Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Я думаю, что у «Анапы» прекрасные перспективы. Многовековая история города в красочном шоу. Как «Анапа» отпраздновала открытие курортного сезона. Когда мы помним свою историю, мы можем построить достойное будущее нашей страны. Рок-фестиваль, экскурсии и концерты. Город отметил один из главных государственных праздников – День России. На поле он отдает пасы очень точные и вырезает всю защиту соперника. Добро пожаловать! «Анапа» торжественно встретила футбольную команду из Дании, а юные спортсмены курорта смогли посетить открытую тренировку гостей на спортивной базе Витязева. Сезон открыт. Для городских служб – это значит три месяца напряженного труда. Сегодня на общегородском планерном совещании глава «Анапа» расставила акценты, каким сферам необходимо уделить особенное внимание. В числе приоритетов – порядок на городских улицах и пляжных территориях, борьба с несанкционированной торговлей и незаконным оказанием услуг. Главной темой планерки стало обеспечение безопасного прохождения курортного сезона. Заместитель главы «Анапы» Валерий Королев доложил, что на прибрежных территориях продолжается мониторинг соблюдения правил эксплуатации аттракционов. На сегодняшний день зарегистрировано 234 аттракциона. Еще 45 проходят эту процедуру. Мониторинговые группы усилены представителями казачества и дружинниками. Проверки начнутся с Благовещенской. Вся Россия хочет приехать тут с аттракционами и оторговать, а в летний курортный сезон, а на море. И если мягко подходить ко всему, то можно от речки Анапки до границы с темрюком наставить их в ряд, понимаете? Люди приезжают сюда на море, им нужен пляж. «Может, где-то нужна там одна горка, пожалуйста, пусть откатаются. Остальное нет». Муниципальный контроль продолжает освобождать от некапитальных конструкций территорию общего пользования. В Витязево демонтированы деревянные площадки на улице Черноморской. В переулке Летнем – металлические конструкции. Совместно со службой судебных приставов демонтированы объекты в Благовещенской, в переулке Пограничном и на улице Прибрежной. «В стремлении навести порядок на стороне администрации должны быть все ведомства», подчеркивает глава Анапы. И обращается к представителю Роспотребнадзора. Почему не принимают меры к хозяевам мангалов в изобилии расставленных в курортной зоне? Ответ, что эта деятельность не запрещена, Юрия Полякова не устраивает. «Может быть, надо более адекватно подойти. Зачем нужны нам эти мангалы на улицах, на тротуарах, которые стоят? Они нам не нужны совершенно там. Хочешь мангал, заноси к себе во двор там за калиткой и жарь. Они на улице, как это, не запрещены. Так что, на улице Горького теперь что? Давайте в ряд мангалов наставим. Извините меня. Подумайте, что вы говорите». То же относится и к объектам общественного питания, владельцы которых явно переступают границы дозволенного. «Еще один крайний вопрос у меня. Вот у нас центральный пляж под климатопавильоном. Вот они уже разобрали объект общественного питания. Одни столбики стоят, торгуют на пляж пивом. Тогда я хочу знать, у вас есть схема этого кафе? Где у него вход, где у него выход у этого кафе? Может он торговать на пляж пивом? Или не может торговать, а на пляж пивом? Позиция главы города в этом вопросе принципиальная. Алкоголя на пляжных территориях быть не должно. Юрий Поляков призвал все службы включиться в общую работу. Не быть статистами, активнее пользоваться своими полномочиями для поддержания порядка». Корреспонденты «Анапа-регион» провели опрос среди гостей города. Почему они приехали именно в Анапу? Отдыхающие говорили, что им нравится чистый, уютный город, песчаные пляжи, атмосфера гостеприимства, а также разнообразие развлечений для взрослых и детей. «Анапа» замечательно, хороший город, красивый. Нравятся парки замечательные, чистые, очень приятно гулять с детками. «Да все нравится. С чего мы решили в Анапу приехать? Да просто надумали-то приехали. Честно, что-то так подумали. Многие ребята говорили мне, друзья, заезжай в Анапу туда-сюда. Ну, вот так и заехали». «Нам нравится. Мы здесь уже не первый раз, третий раз уже здесь отдыхаем. Атмосфера вообще душевная, спокойная, красивая, чистая. Едем в июне, мало народу». «Патриоты уже стали. Были в Крыму года два назад, вот решили приехать в Анапу. Скорее всего, потому что Анапа ассоциируется с детским отдыхом, а у нас ребенок еще не очень большой, поэтому решили посетить это место. Песчаные пляжи, очень облагороженная территория, очень много разнообразного отдыха как для взрослых, так и для детей». В прошедшее воскресенье Анапа отпраздновала один из главных летних праздников – открытие курортного сезона, который в этом году совпал со стартом фестиваля «Античное наследие России». Наш город стал основной площадкой этого знакового мероприятия. В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Кубани Василий Швец, который передал главе курорта Юрию Полякову и всем жителям подарок из космоса. А мэр греческого города по братиму Ларисы оценил работу местных поваров и отметил, что почувствовал себя практически как дома. Торжественная церемония открытия на площадке перед городской администрацией. Среди почетных гостей – вице-губернатор Василий Швец, министр курортов и туризма Краснодарского края Христофор Константиниди, глава курорта Юрий Поляков и его коллега из Ларисы, греческого города по братиму Анапы, апостолос Калаянис. Античное наследие России, региональный фестиваль, проходил впервые в рамках перекрестного года туризма «Россия-Греция» и уже вышел за пределы земли. Василий Швец вручает фотографию Анапы, сделанную с Международной космической станции. У нас очень давние исторические, дружеские взаимоотношения с Греческой республикой. Тому подтверждением является и сегодняшний фестиваль, и тому подтверждением является, что когда-то Анапа – это вообще была Синская Гавадь, потом была Горгипия. Анапа сегодня, она становится с каждым годом все краше, все ярче, все комфортнее. И с каждым годом она действительно заслуженно занимает еще больше лидирующей позиции и признается лучшим курортом Краснодарского окраиля, одним из лучших курортов Всероссийской здравницы. И этот статус она с гордостью несет. Уже сегодня Анапа является одной из отправных точек, с которых у иностранных туристов начинается знакомство с Краснодарским краем и Россией в целом. Там, где в Греции Пифос, на Кубани – Крынка. Это сибирский кедр. По словам мэра Ларицы, апостола Калаяниса, обмен в культурной сфере – это то, с чего следует начинать. У Ларисы и Анапы есть очень хорошая возможность для развития отношений в экономической сфере. Мы вместе с главой Анапы сейчас работаем в сфере культурного обмена. Это откроет дорогу для экономических отношений. Но должно все начинаться с культурных связей. Апостол Калаянис не исключил, что в Анапе появится оливковая роща. По крайней мере, эту идею он пообещал держать в голове. Сельское хозяйство – основа экономики Ларисы. На улице Горького гостей встречали блюдами из традиционной греческой кухни. Авторы – повара, как начинающие студенты колледжа сферы услуг, так и маститые шефы лучших ресторанов курорта. Криветочки, миди, все для вас. Пробуйте, пожалуйста. В этом случае пожелание чувствовать себя как дома приобретает еще одну вполне материальную точку опоры. Однако, самое исторически значимое здесь, в музее Горгипия. По случаю больших торжеств, самая известная сегодня улица древнего города в буквальном смысле ожила. Рыбаки, виноделы, ремесленники – все заняты своим делом. Это один из самых популярных туристических объектов в городе-курорте, а фестиваль добавил особый колорит в открытие высокого сезона. Самое главное для курорта Анапа – это пляжные территории, те, которые песчаные, длятся на 27 километров. У нас сегодня в порядке 126 пляжных территорий. И все отдыхающие, которые приезжают, они приезжают именно на пляжи и на море. Поэтому пляжные территории приведены в порядок после межсезонья, зачищены, чистота, уменьшено количество всяких там объектов о торговле. И сегодня все сделано для отдыхающих, для того, чтобы они могли отдыхать на пляжных территориях. Инвестиции в курортную отрасль – еще одна возможная точка приложения усилий для греческого бизнеса. По словам главы города-курорта Анапа, подобные встречи станут традиционными, чтобы фундамент дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами становился крепче. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В день открытия курортного сезона в Анапе работали десятки развлекательных, творческих и даже исторических интерактивных площадок. На театральной площади выступали музыкальные коллективы, в сквере Гудовича развернулись мастер-классы, а в археологическом музее Гаргипия открылось несколько экспозиций, посвященных истории города. На театральной площади выступают лучшие творческие коллективы. Город готовился к этому празднику очень серьезно и тщательно. Новые песни и танцы в этот день порадовали и жителей, и гостей Анапы. В сквере Гудовича развернули интерактивные площадки специалисты муниципального молодежного центра 21 век и Ратмир. Здесь можно было найти занятия на любой вкус. Пневматический тир, лазер-так, мастер-классы по прикладному искусству и многое другое. Каждый год мы здесь собираемся на все основные праздники, которые в году. Это и 9 мая, день победы, открытие, сезонно закрытие, день молодежи. Всегда много желающих, всегда все с удовольствием подходят, спрашивают где, как, что, что интересного и так далее. И в этом году, поскольку основной темой у нас были выбраны «Античное наследие России», и у Анапы наконец-то появилось свое яркое лицо Брэнбук-города, мы выбрали эти две темы для себя и украсили сквер, соответственно, этим двум моментом. Большой интерес у гостей праздника вызвала площадка «Свободный микрофон». Здесь каждый мог прочитать стихотворение или спеть песню. Внутри присутствует радость, что наступило лето, что наконец-то пришло тепло, что солнце на улице, что можно ходить на море, купаться, загорать и просто наслаждаться хорошими днями. Но, пожалуй, самые яркие и зрелищные представления развернулись в археологическом музее Горгипия. Здесь же работала экспозиция «Античный город». Отличное настроение, отличное представление, было красивое все, прикосновение к истории. В общем и целом, конечно, интересно то, что музей показал, как раньше жили в Греции. После представления все желающие смогли прикоснуться к истории собственноручно. От желающих поработать на ткацком станке и помолоть муку наручную мельнице не было отбоя. А для любителей классической музыки на городской площади также был организован концерт. Руслан Душевский, Анапа-регион. Достойным финалом этого дня стало яркое театрализованное шоу «Эллада. Немеркнущий свет», которым дали старт новому курортному сезону. Выступление лучших коллективов Кубани, приглашенные звезды российской эстрады и традиционный фейерверк в завершении праздника. Кто приехал в гости и что желали Анапе в новом сезоне – в нашем материале. Анапа-мапа Горгипия. История города длиной в две с половиной тысячи лет. Организаторам удалось донести немеркнущий свет Эллады, а именно так называлось шоу, до каждого зрителя. Под впечатлением оказался и почетный консул Греции в Новороссийске. Главе Анапы обратился на хорошем русском, но вспомнив первое название нашего города. Сегодня Анапа – современный курорт. Динамики его развития, особенно в последнее время, по мнению спикера Законодательного собрания края, можно только позавидовать. Я часто бываю в Анапе и вижу, как город меняется, становится краше, как много строится, как озеленяются улицы и площади, благоустраиваются пляжные территории, развиваются новые виды и формы туристических услуг, курортные отрасли на высоте. Я думаю, что у Анапы прекрасные перспективы. О перспективах Анапы в этот вечер говорили не раз. Уникальный климат и природные ресурсы позволяют обеспечить качественный отдых и оздоровление. Говорилось в приветственном адресе губернатора, который зачитал заместитель главы края. И эти преимущества нужно использовать максимально эффективно. Желаю всем гостям и жителям курорта, незабываемого отдыха, хорошего настроения и отличной погоды. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Приветственный адрес передан главе Анапы. Юрий Поляков завершил официальную часть, дав старт началу нового курортного сезона 2018. Вот это, это аванс для всех, для нас, для того, чтобы мы работали и сделали курорт настоящей здравницей, солидной и красивой. Курортный сезон 2018 открыт. Уважаемые гости. Делегация из греческого города Лариса приехала к нам накануне открытия сезона. Иностранные гости успели совершить обзорную экскурсию в этнографический комплекс «Атамань», проехаться по Крымскому мосту и посетить Керчь, где встретились с представителями местной греческой общины. Это первый визит греческой делегации в казачью станицу «Атамань». Интерес у греков вызвало все, как жили казаки, как выбирали атамана и воспитывали детей. Здесь же гости познакомились с предметами быта. Уже ставшей знаменитой хатей Ивана Ныбалы-Голова, мэр греческого города по братиму Лариса покачал люльку. Это верная примета, согласно которой в будущем в семействе апостолоса Калаяниса будет пополнение. Я особо рад тому, что еще будучи студентом с 85-го года, работал над тем, чтобы сделать именно то, что увидел сегодня в Атамане. Большое спасибо всем, кто придумал и сделал. Браво! И мы хотим сделать в Ларисе нечто подобное. Казацкий народ очень похож на греческий народ. В моем городе Лариса на больших территориях тоже занимаются землей. И в старые времена мы также возделывали землю, как казаки. Атамань напомнила мне мою деревню, в которой я родился и вырос. Но, пожалуй, самое большое впечатление на греческую делегацию произвел Крымский мост. Сооружение века гости проехали за 17 минут. Но и этого хватило, чтобы признать, проект действительно уникальный. Самое большое впечатление, конечно, произвел Крымский мост. Тут мы говорили о сильном и большом проекте, который впечатляет. Здесь видно, что работы идут и все продвигаются вперед. Это очень интересно и завораживающе. Мы узнали, что этот мост был построен в кратчайшие сроки. Это все нам говорит о том, что Россия, конечно, имеет большие силы и потенциал. В Керчи почетные гости посетили раскопки древнего города Пантикопей, православный храм святителя Луки, а также встретились с представителями греческой общины. В завершение встречи вокальный коллектив Масейко вместе с мэром Ларисы спел старинную песню о дружбе. Руслан Душевский, Анапа-регион Делегации Лариса показали и подворье старого грека, один из сравнительно новых объектов на туристической карте Анапы. Он расположен на историческом месте, а на такие достопримечательности власти возлагают своеобразную историческую миссию. Винодел Валерий Асланов и мэр Ларисы, апостолы Скалаяни, сообщаются без переводчика. Делегации из города Побратима показали один из знаковых туристических объектов. Это не просто предприятие, целый комплекс. Вино на этом месте делали с 19 века. Старинный подвал служил укрытием в Великую Отечественную войну. Его стараются сохранить в первозданном виде. Для нас, греков, очень важна наша история. Поэтому все, что мы здесь делаем, мы пытаемся показать, что мы здесь живем в Истребе. И этот проект был задуман вместе с нашей администрацией. И проект, если мы здесь живем в Истребе, мы здесь живем в Истребе. У нас сейчас организовывается агросприз. Краевые и муниципальные власти делают ставку на подобные проекты. Они помогут в дальнейшем наращивать турпоток, а уже сегодня максимально разнообразить пляжный отдых. Пестрый национальный колорит при Черноморье – настоящий кладезь для самых разнообразных идей. Как и немыслимо сегодня существование города-курорта и его развитие без армянской общины. Сегодня немецкие общины, другие общины, которые сегодня населяют наш город-курорт. И все мы вместе, и все мы хотим, чтобы наш город развивался, чтобы сюда приезжали люди и чувствовали это, что мы живем в мире и согласен. Виноделие тесно вплетено в историю цивилизации. Это судовой штопор. Он закреплялся на столе. А такой прибор брали с собой в походы или путешествия мужчины балканских стран и Средиземноморья. В него встроен помазок для бритья. Как родилось такое сочетание – неизвестно. Но сам предмет, как напоминание, что всему свое время, а главное – мера. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Также на прошедших выходных, 12 июня, в Анапе отметили и государственный праздник – День России. Своё официальное название он получил 16 лет назад и считается одним из самых молодых. В городе-курорте День России совпал со знаменательной датой – 190 лет окончания последнего боя русско-турецкой войны в Анапе. В честь этого события прошла акция «Аллея ратной славы». В организации мероприятия приняли участие администрация города-курорта, районное и городское казачье общество, военно-патриотический центр «Ратмир», а также Анапский археологический музей. Русско-турецкая война на территории Анапы длилась 40 лет. Ли с шестого раза турецкая крепость пала и перешла под юрисдикцию Российской империи. Это будет интересно. Это то, что есть у Анапы, нет других городов. Анапа, город воинской славы, в принципе, присвоен не только за Великую Отечественную, но именно за русско-турецкие войны. Поставлен и заключен договор вечного мира между обеими империями, стоящим в 16 статьях, которые от слова до слова гласят тако. Тако всякая вражда и несогласие, существовавшие до сели между обеими империями, отныне прекращаются на суше и на ворях. Впервые Анапчане и гости курорта услышали строки из мирного договора, прекратившего 40-летнюю войну. Узнать о ходе сражений можно было с помощью передвижных выставок. Их организовали сотрудники музея Горгипия. Некоторым даже удалось в буквальном смысле прикоснуться к истории. Военно-патриотические клубы города-курорта представили выставку оружия времен Второй мировой войны, найденного на территории Краснодарского края. Это происходит в день образования России, дня России. Это одно. А второе, главное, это сохранение традиций. Воспитание молодежи особенное. Ну и, конечно, наших гостей. Чтобы знали, что здесь казачий край, что здесь казаки принимают активное участие в развитии города-курорта Анапа. Я бы хотел выразить славу благодарности атаманам, как районам, так и городскому округу, за то, что они сегодня делают по воспитанию молодежи. У бюста Алексея Бескровного был выставлен почетный караул. Атаман Черноморского казачьего войска участвовал в Отечественной войне 1812 года и не проиграл ни одного сражения. В преддверии праздника Анапское казачество отреставрировало русские ворота. Теперь в планах организовать еженедельный развод караула в память о погибших героях. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Празднование Дня России проходило по всему городу. На театральной площади студенты Краснодарского краевого колледжа культуры впервые в Анапе выступили с творческой программой «Россия, мы крылья твои». Народные песни, военно-патриотические стихи и непростые в исполнении хореографические постановки. Никто из зрителей не остался равнодушным. В этом году Краснодарскому колледжу культуры исполняется 70 лет. Для студентов выступление на главной сцене города-курорта стало своеобразным отчетным концертом. Программа наша больше направлена на традиционную культуру, на народную культуру, потому что только тогда, когда мы помним свои истоки, только тогда, когда мы помним свою историю, мы можем построить достойное будущее нашей страны. Патриотизм. Самое такое патриотизм. Все в этом слове сказано. Во-первых, сегодня тематический праздник. Во-вторых, мы специально для этого приехали посмотреть, как в Анапе концерты проходят. Концертную программу в Анапе продолжил молодежный рок-фестиваль «Родина зовет». Он проходил в Анапе уже в четвертый раз и, по словам организаторов, с каждым годом привлекает новых зрителей. Двум самым интересным музыкальным коллективам вручили подарки от журнала в шоу «Бизи-24». Концерт закончился только поздно вечером. Гости из Новороссийско-Денского района и анапские рок-группы собрали на площади более 4 тысяч человек. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Ну а завтра стартует одно из самых значимых спортивных событий – чемпионат мира по футболу. Накануне в Анапу на новую тренировочную базу «Витязева» прибыли футболисты сборной Дании. Гости остались довольны качеством футбольного поля, порадовались погозе и теплому приему. Прошла и первая тренировка, которая по традиции состоялась в открытом режиме. На трибунах самые почетные гости – воспитанники анапских спортивных школ, а также детские команды, которые достойно выступают на краевых и общероссийских турнирах. Так главные зрители, анапские мальчишки, реагировали почти на каждый острый момент или технично выполненный элемент на поле тренировочной базы «Витязева» сборная Дании. Там играет Эриксон из Тоттенхэма, Паульсон из Лейпцика, Шмейхель из Лестера и много звездных игроков. Алексу 12 лет, он занимается в школе Олимпийского резерва. Как и десятки других мальчишек, не скрывает восторга. Кристиан Эриксон, атакующий полузащитник, с 2013 года четырежды становился футболистом года в Дании. Он буквально на расхват у корреспондентов, которые специально приехали, чтобы своими глазами увидеть, как устроилась их национальная сборная. Хороший город, хорошая погода. Много людей идут купаться. Нас это очень радует. Наслаждаемся погодой, которая очень похожа на ту, что у нас в Дании. И для нас это очень хорошо. Очень хорошее впечатление тренировочной базы. Нам она очень нравится. На тренировочной базе есть вся необходимая инфраструктура, включая трибуны, административный корпус с конференц-залом. Живут футболисты в одном из отелей, построенных недавно. По городским меркам практически рядом. Но доставка все равно автобуса. Так датчан встречали в отеле сразу после прилета. Она повсегда славилась многолетним гостеприимством. Наши жители создали для вас комфортные условия проживания, чтобы вы чувствовали себя как дома, уютно и хорошо. Очень здорово, отличная погода и отличный пляж. Нас прекрасно встретили в отеле накануне. Там очень дружелюбные люди. Чтобы мы не попросили, они всегда готовы нам помочь. Мы очень довольны. Довольны и юные зрители, которые первыми и первые за историю города-курорта увидели в деле именитых футболистов. В группе сборной Дании предстоит сыграть с французами, австралийцами и перуанцами. Первый матч со сборной Перу состоится 16 июня в Саранске. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», «254». Мы делаем спорт доступным.